итак привет всем в этом видео хотел рассказать о такой вполне себе интересной новости о том что появились предварительные системные требования к escape from tarkov от российского разработчика это онлайн шутер сюжетный онлайн шутер который сейчас в общем-то стал достаточно таки известен и все больше и больше игроков следят за ним сейчас уже предзаказы открыли который раз гнева у игроков которые там суммы непомерные выставили для большинства игроков так ну ладно но мы в общем то коснемся системных требований игры потому что это как-никак но очень важная такая параметр в основе любого проекта лежит также системные требования кстати я вот уже посмотрел прикинул вполне себе ничего так значит чтобы на минимальных поиграть поиграть разработчики советуют что система была 7 8 10 причем само собой 6 только сейчас для новых игр 64 битные версии тоже стоит усвоить и в общем то те кто играет в игры про 32 битные стоит вообще забыть процессор нужен двухъядерный то есть подойдет любой даже атлонов финном какой-нибудь ну конечно не совсем там уже там древние какие-нибудь там десятилетней давности которые первые вышли потому что у них там не кэша третьего уровня ну хотя в финал чик атлон там эти 2 какой-нибудь core 2 хотя бы но они дорогие то есть они вполне себе в общем двухъядерный процессор я думаю хватит оперативной памяти 6 гигг ну теоретически я думаю на 4 должна запуститься но файл подкачки добавить там просто пойдет но фактически лучше 6 тем более оперативная память ddr3 сейчас очень дешевая то есть лучше купить там себе допустим 8 гигабайт 2 по 4 допустим что в двухканальном режиме там или к примеру или к примеру там лучше 12 поставить ну хотя в общем то у меня стоит 12 так сказать чтобы я постоянно их задействовал то есть но такого наверно нету восьми я думаю хватит так видеокарта нужно будет какая-то простенькая с одним гигабайтом памяти 9x9 совместимая ну как минимум нужно будет из новых это 650 к но я думаю даже 550 geforce а хватит чтобы запустить на минимальных поиграть в игру ну 500 может даже 460 как же форс какой-нибудь подойдет то есть хотя она еще хорошая игровая видеокарта по крайней мере можно поиграть так значит 8 гиг на жестком диске это уже для всех в общем то вполне себе не стоит обращать внимание то есть но минимальные требования можно поиграть на компьютере чуть 7 летней давности наверно можно даже запустить до 7 летней давности то есть даже без проблем я думаю можно будет запустить так но поскольку же этот шутер такой графика ну я кстати здесь вот еще немного скриншотов в игре я буду время от времени включать потому что ну блин конечно туповато на этом плейграунде что даже их нельзя проматывать по стрелкам там я не знаю колесиком то есть только включил и смотришь нужно закрыть ну это что туповато ну как так блин ну ладно не об этом то есть графика здесь по роликам по крайней мере судя ну такая хорошая то есть детализация отлично эффекты там все это есть и играть в игру если будет такая возможность то играть на минимальных настройках это конечно же но слишком то есть но блин вы не увидите всего всех этих красот этой реалистичности механика конечно будет доступна но как-никак нужно конечно все таки минимальная видеокарта что было хотя бы шестьсот пятидесятка geforce то есть она стоит где-то в среднем долларов 110 так вот 2 гигабайта памяти хотя бы такую купите уже можно более-менее поиграть так что что еще у нас так ладно а для рекомендуемых то есть средние или высокие настройки но винда за 5 7 8 десятка штука 64-битная прост четырех ядерный с тримя гигагерцами и выше из интелла файл 5 а 7 и с амд fx и феномы атлоны так памяти от 8 гигабайт ну 8 я думаю хватит если там на фоне у вас еще не будет открыт фотошоп там еще что браузер и всякое такое то 8 хватит я думаю 9x 11 совместимые видеокарты то есть как видите в предыдущих минимальных все таки эту игру хотя бы можно будет запустить не как эти последние долбаные фоллаут и call of duty джаст косы кто там еще ассасины которые все видюха не поддержит 11 9x ходе на и хорошая игровая даже сейчас все в игру ты не поиграешь то есть но это тупость конечно ну как бы есть не в недовольство негодование на те игры но здесь в скейт форум торгов нету такую то есть можно будет даже на старый вид их и запустить и выросил лет недавности там 8 лет недавности то есть вполне нужно будет проверить но смысла в этом не будет потому что в предзаказ показал что игра ну то есть вообще разработчики сказали что игра что будет по-любому не free to play по любому придется первый раз заплатить и минимум сейчас вот это 1600 рублей кому это нужно допустим если геймеров там допустим будет как будут компы слабые там которая еле подходит под минимальную во free to play да они бы побегали а зачем им платить там тысячу по полторы тысячи рублей чтобы просто хотя бы поиграть в какой-то платный проект но это бессмысленно я же говорю что модель распространения я уже это видео там в предыдущем говорил то есть не free to play этой игры она фактически провальная на 50 процентов я же говорю то есть но смысл смысл этого то есть не распиаренный шутер да он хороший да будут люди играть чтобы он был коммерчески успешным и развивался он должен быть он действительно массу игроков должен собрать из те же вон танки там еще что то то есть все free to play то есть да да там много проблем своих то есть там много мусора игроков неадекватных но все это отсеивается все это там решается внутри игры а здесь получается что у нас заплати там неизвестно сколько там 1600 и на предзаказе там еще вы выставят минимум две тысячи кому это нужно будет да никому соответственно игроков потеряет и что тут хорошего скажите кстати вот видим чуть-чуть графику графика будет вполне себе особенно оружие там проработка вполне себе хорошая графика будет поэтому систему конечно желательно прикупить ну игра позиционируется ну к выходу где-то летом даже 16 года но я сомневаюсь что она выйдет летом 16 16 года ну альфа тест уже скоро поэтому ну всякое может быть так дальше что у нас а вот по средним высоким настройкам игры дел карта 9x11 то есть минимум geforce 650 к или шестьсот шестьдесятка или семьсот пятидесятся семьсот шестьдесятка и так далее продано в серии r7 там не самая простенькая поскольку 260 r7 260 или r9 поэтому поэтому ну или из старых серий это radeon и 78 50 78 70 то есть ну минимум чтобы более менее хорошая графика на средних средневысоких настройках проиграть ну и память да сейчас многие игры просто живут эту память видео память то есть ну 2 гигабайт это минимум если хотите хорошую картинку видеть ну и 8 гиги на жестком диске то есть ну опять же да вполне себе неплохо неплохие системные требования смогли бы поиграть и завлекли бы игроков там даже были с десятилетней давности компами с корчами то есть ну это ничего плохого просто так словом как бы сразу каждый решает по надобности какому комп нужен так и ну соответственно могли бы но разработчики отсекают немалую часть аудитории ценой игра будет не free to play игра будет обязательно нужно будет купить а плюс еще предзаказ который сейчас вывалили какие там цены предзаказы заранее сделайте супер малые цены чтобы заранее собрать деньги они вывалили минимум 1600 рублей то есть ну это ж блин я мне кажется что это вообще что-то сверх неправильно так ладно в общем то я об этом я уже говорил в предзаказе если интересно посмотрите но сейчас сейчас что еще скажу ну нормально как бы вот системные требования разработчики обещали в начале января выложить выложили то есть ну красавцы как бы пускай хорошо но пока пока конечно модель распространения и цена и далеко не в плюс игре и уже сейчас разработчики начали игроков потенциальных отсеивать так ну в общем такие вот дела наверное это все что я хотел сказать пока ну то есть ну появились системные требования да вот пожалуйста подстраивайтесь и нет ну вряд ли то есть кому то это будет нужно то есть ну кто купит там ну да угрожает это и вот и Продолжение следует...